Сейчас мы будем спасать Даму Сердца! Ага! Друзья, всем привет! С вами Виктор, это канал Витек Плей. Сегодня мы продолжаем играть в Ведьмака. Первую часть. И... У нас задача поговорить с преподобным. Но пока мы до него дойдем, я чувствую, мы тут много кого еще узнаем. Я так понимаю, герои, которые подсвечены зеленым шрифтом, они с каким-то квестом или какие-то важные люди. Я местный ловчий. Приветствую вас. Удивлены, что я вас знаю? Нет? Ну и ладно. Чего вы хотите? Так, я ищу работу для Ведьмака. Я ищу работу для Ведьмака. Я сам собирался этим заняться. Но раз уж ты здесь... Вроде бы на берегу озера завелось чудище, что пожирает мужиков, которые не поспевают засветло домой. В гробнице, кажется, завелся гуль. Я посмотрю. Но вначале скажи, сколько я за это получу. Вы, Ведьмаки, ничего бесплатно не делаете. Убей чудище. Принеси мне доказательства. И я тебя щедро вознагражу. Так, а... А сколько вы берете за утопца? Это профессиональный секрет. Профессия у нас... Похоже на то. Так сколько? По-разному бывает, но в среднем... В 80 арену. Я так и знал. Знал, что тут что-то не так с ценой. Успокойся. Мир идет вперед, все дорожает. Только устаревшие Ведьмаки работают за гроши. И они еще меня называют паршивым выродком. Так потопаешь, так и полопаешь. Что-что? Ничего, ничего. Вот это празднички. Ведьмака пять евреев включил. Рассказать мне побольше про чудище на берегу озера. Только то, что оно охотится по ночам и убивает людей. Как выглядит создание из гробницы? Может это обычный гуль, но кто его знает? Сам увидишь. Понятно, ничего нам не сказал. Зато дал квестов. И это хорошо. Так, куда я бегу? О, забор. О, еще забор. Понятно. Ни туда не пройдешь, как говорится. Так, а вот, кстати, заброшенный дом какой-то. В него пойдем, зайдем. Что с часовной надо делать? А, иди какие, денежку дай. Сейчас. Так, запертая дверь. Кто же ее заперто? А, заброшенный дом. Еще один заброшенный дом. Ну-ка, давай, заходим. В заброшенных домах должно быть что-то вкусное. У-у-у. Мешок. Так, какая-то фигня в нем. Что-то здесь явно кто-то умер. О, девочка, девочка, стой. Давай поиграем в приконче больного. Давай. Ты убьешь моего дедя? Черт, ты больная. Он плохой. Зверь так всех напугал, что они написали в штаны от страха. Да уж. Вы видели, вы видели зубы и глаза мои. Так, что здесь есть? Слушай, здесь вообще пустырь полный. Стоп. Вешалка. Красная шаль. Подарок. Замечательно. Сейчас мы телочке какой-нибудь его подсунем. И она даст. И она сразу даст. Так, я немножко потерялся. Часовня там. А что здесь еще? Там целая деревня, смотрите. Ладно, давайте. Что такое? Боже, чума нанесла здесь сильный удар. Пойдем, наверное, все-таки дойдем до преподобного. Надо с ним потрещать. Иначе мы тут долго будем ходить. Что ты с ламандрой? Не хочу быть стражником. И я не хочу. Давай поиграем. Так. Девочка, мальчик, мальчик, девочка. Бочка! Вот, бочка. Это то, что нам надо, я чувствую. Опять куда-то, в общем, заводит нас в сторону. А карта-то есть. А, то есть я еще иду карту, сам открываю, получается. У меня ноги болят. Да, это старая хардкорная вещица такая. Открывать карту самому. Кмет какой-то хорь. Кмет это местные крестьяне, я так понимаю. Деревня. Я слишком много работаю. Альмен шалопай. Но он мне нравится. Эта шлюха ведьма на меня глаз положила. Я тебе точно говорю. Шлюха ведьма глаз положила. Дверь. Так, я вошел в чью-то хижину. Крестьянка. Можно я вас немножко тут облутаю? Нет? Уж здесь ничего нет у нее. О, бочка. Слышь, говорит, старуха, здесь воняет. Так, ладно, полутали. Загружается дольше, чем проявляется. Так, и все-таки мне куда-то надо... Как мне это пройти-то? Попрошайка. Ведьмак. Мой внук умирает от чумы. Он ужасно страдает. Ты не проявишь милосердие, не поможешь ему. Что ты имеешь в виду? Говорят, ведьмакам известен рецепт белой чайки, эликсира, способного облегчить страдания. Я хочу, чтобы мой внук умер спокойно, не мучаясь. А у меня есть белая чайка-то? Есть. Благодарю тебя, ведьмак. Надеюсь, этот эликсир поможет моему внуку упокоиться с миром. До свидания. Погоди. Преподобный отказался мне помочь. Я его кольцо украла. Может, тебе пригодится. Ага. Почему я... Ты смотри. А вот теперь мне даже с преподобным не надо разговаривать. Где кольцо-то? Все, я теперь могу с этим... С учником, или как там его поговорить? С Одо, или Ора, или Оха. Как там? Я забыл уже. О, какой богатый сундук. Там пиво лежит. Так, кмет-крестьянка. Фига себе, ты что ее не кормишь, что ли? Надо бы корову подоить. О, книга. Болотное чудище. Все, брать. Надо почитать. А, стоп, это я уже читал. Вот. Утопцев, плакунов и пиявок. Все, мы теперь в бестиарии утопцев добавили. Теперь мы сможем сделать какой-то квест. Спать хочется. Господа, небольшая техническая накладочка возникла. И, в общем, я чуть-чуть пробежал подальше. И вот прибежал в этот поместье, там, где, собственно, сидит дядька, которому нам надо. А здесь что такое? Погреб какой-то? Нет? Нет, просто темный кусочек земли. Так, часовня вечного огня. Рядом бедный мальчик. Преподобный. Вот он, я нашел его, ребята. Давайте трепаться. Сгинь! Да поглотит тебя вечный огонь, дьявольская отродья! Успокойся, священник. Я только хочу поговорить с тобой. Не о чем нам говорить! Есть о чем. Я ищу Саламандр. Я слышал, что они приходят сюда. Они перебьют нас из-за тебя! Сгинь! Я могу быть очень благодарным. Что у тебя на уме? Я слыхал, что вас беспокоит зверь. Какое тебе до этого дело? Я ведьмак. Я могу помочь вам. Недавно сюда уже приходил ведьмак. Звали его Берингар. Он обещал нам сразить зверя, но сбежал, сверкая пятками, как только услышал его вой. В это мне трудно поверить. В любом случае, я не Берингар. Если хочешь заслужить мое доверие, принеси свет вечного огня людям и рассею тьму. Вокруг нашей деревни ты найдешь пять часовен. Я надеюсь, ты не думаешь, что огонь отпугнет зверя. Это нечто большее, чем большой волк или одичавший пес. Вечный огонь, богохульник! Он наверняка отгонит зверей, ибо сказано было, что «Хотя душа его будет в потемках, а вид его будет ужасен, не суди его скоро, ибо он принесет пламен надежды в ночь». И еще сказано, «Вы будете в безопасности только в свете вечного огня». Хорошо, но это будет стоить тебе сто оренов. Да будет так. Но помни, вечный огонь должен загореться в ночи во всех пяти часовнях, иначе все будет потеряно. Нифига себе он дерзкий, а? Я ищу людей, которые носят значки в форме саламандр. «В этом нет мудрости». Почему это? «Я советую тебе не досаждать им, если ты не жаждешь испробовать на вкус посмертия». «У меня напуганный вид». «До тебя сюда уже приходил ведьмак. Он тоже хорохорился. Но где он теперь? Его нет, сбежал». «Не имею привычки убегать». «Не смейся над саламандрами. Вся деревня боится их мощи, и не без причины. Помни, ты должен убедить не только меня, но и других». «Что я могу сделать?» «Для меня ты должен просто сразить зверя. Что касается других, иди к Одо, Микуле и Харену. Увидим, сможешь ли ты помочь им». «Одо, Микула и Харен? Они что, какие-то большие шишки?» «Они живут в предместье всю жизнь, так что все их знают и уважают. Одо недавно разбогател, Харен торговец, а Микула стражник. Заслужи их доверие, и ты заслужишь доверие всех жителей». «Посмотрим». «Постой! Просто так они не поверят, что тебя прислал я. Покажи им это кольцо вечного огня». «Эээ, стоп!» «Говори быстро!» У меня теперь два кольца, что ли? «Так, говорят, церковь вечного огня платит за утопцев». «Говорят, церковь вечного огня платит за утопцев». «Если предоставишь доказательства, что ты их убил». «Я вернусь с доказательствами». «Поспеши!» «Стой, стой, стой, я не договорил». «Говори быстро!» «Ты жрец вечного огня?» «Да, о, язычник!» «Лишь вечный огонь может спасти нас от белого хлада!» «Ты и подобные тебе погибнут в грядущей пурге!» «Да что ты! Погибнут в пурге, а?» «Так гласит пророчество Итлины эльфийской ведьмы! Но вечный огонь сохранит нас!» «Мы-то знаем, чем все закончится!» «Старый мир погибнет!» «Но лишь чтобы вновь возродиться из зерна, кое не прорастет, но возгорится пламенем!» «Кажется, ты сам себе противоречишь». «Ты издеваешься надо мной, ведьмак?» «Тогда ответь мне, кто дал тебе право вмешиваться в дела людей?» «Тебе, мутанту, лишенному живого человеческого чувства!» «Отвечай! Кто?» «Я прошу прощения, преподобный, ты прав». «Тот, кто творит богохульство, не может иметь прощения!» «Еще одна вещь!» «Говори быстро!» «Понятно!» «До встречи!» все, давай, пошли от него!» «Так, что он сказал нам надо сделать? Я уже все забыл! Получено кольцо с печатью! Что, у меня теперь еще одно кольцо есть? Так, я могу просто обвеситься этими кольцами с печатью! Такой двойной, как говорится, мандат на на все подряд! Двойной мандат на все подряд! Так, куда-то меня назад развернуло! Большая деревня, блин, если я буду тут все оббегать и все бочки облазывать, это, конечно, очень долго будет! Хотя здесь вон курица какая-то классная бегает! Попрошайка! Ну-ка, давай попрошайку опять почешем! А, сколько у вас? Кто бы мог понавижу этих! Что ты скинулся? Кто бы мог понавижу этих! Хорошо! Давайте начнем делать квесты! Наконец-то! Наконец-то мы собрали информацию! Теперь можно начать делать квесты! Так! А как их зажигать? А, во, лампадка! Я обещал преподобному, что я зажгу эти свечи за ночь! А, за ночь! Ты смотри, надо ночью это все делать еще! Ёлки-палки! Что нужно иначе поспать сначала? Так, а что еще у нас какие квесты есть? Давайте посмотрим! Так, секрет Берингара, возможно Берингар поможет так... Да, тут что-то изменилось! Только непонятно, добавилось что-то или нет? преподобный запросил меня избавиться от зверя, он верит, что священное пламя следует зажечь во всех часовнях вокруг деревни. Так, это я понял, а как от зверя-то избавиться? Кулачный бой. А, вот это основные задания, а это второстепенные. Все, я понял. Разыскивается. Говорит с горожскими стражниками вы зимы. Так, еще один ведьмак. Так, это уже было. Во! Давайте сходим в пещеру, тяжелое наследие сделаем. Показать на карте. О, наш куда надо? Пещера под стенами. А как туда забраться? Так, это пять храмов. Хорошо, что тут еще есть? Игрок. Вот, дом Харена. Дом преподобного Харена. Абигайл. Ода. Склеп. Стоп, а где-то еще Микула. Вот, мне надо с ними со всеми потрещать каким-то образом. Давайте начнем с пещеры все-таки, да? Так, пещера. А как ее? Можно отслеживать вообще? Это квест. Пошли к пещере Ларва. смотрите, сразу туда заработает приказатель. А, ты смотри, надо через мост, что ли, перебраться сначала. Вон она, пещера, вижу. Бежим. Стоп, а я туда спрыгнуть-то не смогу, получается? А, вот спуск есть, отлично. Прям для меня придумали. Давай, костер там, кстати, как раз горит, можно отдохнуть, если что, будет. Все, вход в пещеру, поехали. Чтобы не пряталось там в пещере, настроено оно явно недружелюбно. Нужно быть осторожным. Так, хотя бы здесь не так. Так, так, амулет, смотрите, трясется. О, мама! Что это? Что это? нифига себе. Что-то я не могу с ним сразиться нормально, а он меня убивает. О, там еще один такой. Стоять. Эхенопс какой-то. Давай, мочи, эхенопса. Нифига себе, дерзкие. Останки, ну-ка, смотрим. Какие-то яйца, споры. Слушайте, что такое? Что такое? Еще один, еще один, мама! Тихо, стой, перестань. Так, ладно, хорошо, давайте побьем его. Ёлки-палки, можно же еще этим пользоваться, я и забыл про него. Так. Слушайте, у меня здоровье регенерируется. Я это вижу даже. Потихонечку поднимается. Так, давайте схаваем что-нибудь. Нам нужно восстановить здоровье. Давай, куриная ножка. Что-то маловато восстановилось, если честно. Хотелось бы больше. Ээээ, бараний окорок. Я не понимаю, ребят, я вот ем, а... Здоровье, что-то не очень восстанавливается. Может, оно регенерируется просто быстрее? Давай, коси его. Давай, наряжай. Все, готов. Ух, там еще один. Какие страшные цветы, а? Давай, нарезай его, пока дают. Что-то они дерзкие. Так, его можно полутать. Череп, человеческие останки, предмет для задания. Два раза щелкните мышкой. Так, видимо, это тот чувак. Я нашел его останки. Блин, еще один. Вали его. Давай, коси. Блин, нифига себе, они как меня разбито раздупляют-то, а? А то опыты за них нормально так отваливают, да? Опыт и споры. Так, видимо, все. Видимо, в этой пещере больше делать нечего. Давайте валить отсюда. Жестко. Так-то жестко. Фух. Так, давайте-ка около костерка немножко посидим. Буквально часок. Посмотрим, что там у нас. Так, талантов никаких новых нет. Медитация, один час. Это же восстановит мне здоровье, я надеюсь. Да, отлично. Так, мы выполнили задание. Он сказал, нужно захоронить их, что ли, или как-то так? Останки. Так, я должен похоронить компаньоны Лео. Так, показать. А, нужно отнести их на постоялый двор. Хорошо. Так, теперь что? Храм, часовня, дом преподобного, мясник. Что с мясником, не так? Я, кстати, к мяснику не ходил, надо к нему зайти, посмотреть, что он хочет от меня. Сейчас мы с мясником потрепимся. Это что такое? Цветок же какой-то, нет? Не собирается. Да уж. Вот это игра. Вы представляете, какой это игрой классной было? Так, видим, надо к мяснику зайти, да? Буфет, дверь. Оу-оу! Столько животных дохнет от этой чумы, как же мне теперь прокормить детей? Хватит болтать, времени нет. Так, ей надо дать еды. Она хочет прокормить своих детей на ножку. Я ничего не знаю, кроме старых сказок. Понятно. Не-не-не-не-не. Счастливо оставаться. Слушайте, я не хочу сказки, спасибо. Так, какой-то кинжальчик очередной, 1-6. Держание, нет свободного места. Так. О, бутерброд с курицей, нормально. Заперто. Стоп, а где ж тут мясник-то, мне сказали, должен быть рядом? Ты мясник? Ты мясник? Как же так? Может, лавочница это мясник? Ты ведьмак. Откуда ты знаешь? Невежливо отвечать вопросом на вопрос. Был тут один типа тебя, преподобный рассказал, кто это был. Но имя я так и не запомнила. Но знаю, что он хотел попасть в город. Его пустили в зиму? Не знаю. Он разговаривал с преподобным. Возможно, священник помог ему. Что-нибудь еще знаешь о ведьмаке? Помимо того, что рассказала? Нет. В таком случае расскажи еще что-нибудь. Ммм. Так. Это мясо как-то подозрительно выглядит. Это мясо как-то подозрительно выглядит. откуда оно? Так ты нюхать будешь или покупать? Невежливо отвечать вопросом на вопрос. Правильно. Не твое дело, откуда я беру мясо. Не хочешь покупать? Дай пройти другим клиентам. Что-то я тут очереди не вижу. Какая-то она дерзкая. Расскажи мне о другом ведьмаке. Мне мало что известно. В таком случае повтори то, что ты мне уже рассказывала. Побродил какое-то время здесь, потом поговорил с преподобным. Наверное, священник дал ему работу. Но очень скоро ведьмак ушел. У него был очень настороженный вид, словно он чего-то боялся. Спасибо. Так, покажи свой товар. А, ну, просто покушать тут предлагает. При этом втридорога, насколько я понимаю. У меня даже арбуз есть, прикиньте, я с собой арбуз таскаю. Так, ну ладно. Интересно, а что же она отмечена почему-то? Как будто она является целью какого-то задания или еще что-то. Почему непонятно. Ода, Харина и Микулу надо так ухоронить. Это я сделал, это не знаем. Чтобы найти профессора, поговорить со стражниками Визимы. Я туда не могу пройти. Так, о людях и чудовищах. 5 часов зажечь огонь. Кстати, обязательный квест, без него никак. Утопцы, гули, баргест, и так, ну получается нам нужно в любом случае зажечь огонь в 5 часовнях. Без этого никак. Так что сейчас будем ребят с вами бежать и зажигать. А что значит желтенький? Непонятно. Хорошо, сейчас значит нужно где-то сесть подождать вечера. Какой-то цветок, который не могу собрать. А может уже вечер считается? Давайте попробуем. Обещал преподобному, что я зажгу эти свечи за ночь. Так, а может быть надо войти тогда в какой-нибудь дом и в этом доме немножко потерпеть около костра. Хотя нет, вроде бы костры не были обозначены бабушкой здесь столько лет. Я боюсь за свою внучку. Да не надо за нее бояться, она там при хороших дяденьках. Блин, а где поспать-то можно? Ёлки-палки. Поспать хочу. Потому что преподобного можно пересидеть. говори быстро. Я бы хотел похоронить человека в склепе под церковью. Но это невозможно. Но вечный огонь! Ты что недоумок? Склеп под церковью почетное место. Ты думаешь кто угодно может притащить труп и требовать похоронить его там? Что я могу сделать? Какой противный дед? Послушай вечному огню грешник! Грех поглощает мир! Посему понятно. В общем нам нужно в любом случае сначала зажечь эти часовни. Так как нам это сделать лучше скажи? Блин мне нужно подождать. Мне нужно как-то подождать. Не бежать же опять к этому. Надеюсь за пару минут мы успеем его сделать. Так что кому не нравится перематывайте. может что-нибудь еще найдем. О тихо 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 собака! Тихо себе ночью собака выскочила. Мне нужно их черепа собрать так что все в порядке я только за опа она еще одна руби руби тихо тихо мужик какой-то бежит так одна готова иди ко мне э маленькая ты куда давай давай это тогда зарубим что такое сколько вас здесь ух тьма ты набежала целая или руби у мужиков заело ты смотри все всех мужиков пожали зато теперь я мужиков этих полутать могу о у них деньги есть неплохо ничего что я мужиков лутаю можно да какая-то эссенция чего-то там так все контракт на баргестов сделан нужно зайти к бигейл за вознаграждением хорошо все значит больше собак не убиваем пусть просто появляются я буду пробегать мимо так еще одна часовня да елы-палы появились ничего страшного мы просто убежим мы же быстро бегаем а а тут кто с ними справится пусть если за мной сейчас побегут таким количеством табуном таким огромным за мной побегут никого нету тишина нет смотри отстали нормально так есть часовенка вот вообще смелые люди ходят в ночи что мамаша с детем тогда в ночи шла зачем если они знают что здесь бегают эти собаки бешеные вот что она зачем она тогда с ним шла главный королевский ловчий так есть еще одна часовня бегу бегу хорошо что все можно использовать никого не убивая так все все валим от них стоп что происходит похоже у нас дарни рит и незваные гости сейчас мы будем спасать даму сердца отвали белый монстров тут нет а как же вы драться с ведьмаком кишка танка заткнись девка сейчас убедишься какое есть достоинство у настоящего мужчины сейчас его потеряешь давай-ка пусть пусть достоинство меня живо на тот свет отправься вы пожалеете ну-ка давай ты ты смотри ты смотри нифига себе она села на него там кияк и заколола ты мне поможешь я боюсь собак и бандитов но мне нужно добраться до дома хорошо конечно нам надеюсь там перепадет так неплохо тут с них нападало погоди погоди темирский тяжелый топор какой-то так темирский железный топор легкая дубинка ну пошли быстрее я не могу ждать всю ночь а куда тебя везти то к бабушке что ли куда ее везти дом Риты все понял так Ритусь давай наверное что сделаем то пошли сначала подожжем иди за мной сейчас немножко подожжем нам осталось всего лишь немножко поджечь ой ой тихо блин вот ее надо защищать теперь да она мой компаньон она тоже сражается все в порядке Ритусик тебе все хорошо давай тут надо еще в дом как же больно проклятая ведьма вот так вот не будешь с ведьмами ссориться так Ритусик Ритусик бежим Ритусик бежим я сказал опа так Ритусик справится не факт твой налево блин прикиньте они убили мою тюлку жесть ну че не перепадет нам ребят что я могу сказать жестко так да жестко ладно блин а так хотелось да так хотелось если честно ладно хрен с ним зато мы можем прийти к бабушке и сказать что ее дочь того очувачилась все я победил а что они то появляются то исчезают мы реально исчезли слушай Ритусик ты чуть-чуть не дотерпела ну вот елки-палки зачем ты сдохла именно сейчас как так неудачно получилось ну что поделать то придется придется сказать бабушке твоей что к сожалению я нашел тебя уже мертвый где-то там на дороге пошли к ведьме пошли к местной ведьме зайдем так старый сундук ну-ка давай книжка видение в магию берем нет свободного места вот это мы к сватике так книги книги класс химеры книга ласточки я че до этого не читал так контракты слушайте инвентарь такой маленький оказывается а что же сделать то давайте кремень выложим выложим кремень кольцо с бриллиантом оденем это выкинем так сапфир так сколько кремния-то я нашел а давайте весь кремень выкинем так дальше тяжелая ржана тимирская ржаная водка это слишком мне кажется так ну давайте пока так сделаем черный порох стоп 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 что тут развалилось все в разные стороны кукла интересно так давайте кремень больше брать не будем так это пожрать корзина для белья ну-ка красная шаль еще одна у меня кстати одна есть будет две так хорошо давайте грушу нельзя скушать съедим дальше книжку я взял видение в магию прочитать ничего интересного просыпайся ведьмак добро пожаловать что с ним произошло он сам виноват многие приходят сюда в надежде что я исполню их жалкие фантазии меня принимают за шлюху а я ведьма я это запомню не бойся ведьмак я не настолько плохая а тот негодяй скоро поправится а ты какая стоп 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 куда ты легла мы с тобой еще я должен был тебе принести черепки чего ты хочешь так я просчет твои явление явление отлично ты достал черепа баргестов дать они твои за определенную цену я знала что тебе удастся их достать а вот еще немного мандрагоры так у нее можно поспать прям на груди можно так прильнуть к ней так можно товары посмотреть кое-что спрошу спрашивай может твоя магия победить псов призраков а меча что недостаточно я слыхала что у ведьмаков два меча стальной для людей и серебряный для чудовищ оба для чудовищ к сожалению серебряного у меня нет я знаю одно зелье если покрыть им лезвие будешь наносить ужасные раны даже призракам но зелье стоит 30 оринов это может нам кстати пригодится при борьбе с большим зверем давайте возьмем тебе нужны наизанская соль геннацева кислота винный камень и свиной жир все это ты можешь купить у меня спасибо вместо наизанской соли можешь использовать лепестки чимирицы чимирицы так а что у тебя еще есть спрашивай я вижу что ты приютил альвина думаешь я брошу в беде сироту к тому же у него есть потенциал ты о чем у него есть силы но не знаю сможет ли он их контролировать сейчас он спокойно спит после отвара который я ему на ночь даю как благородно мало кто возьмет в дом лишний рот по доброй воле когда придет голодная зима я его зажарю и съем наверняка местные так и думают они же считают что я чудовище а ты чудовище у всех нас внутри прячется чудовище так а что у тебя за товар уууу у него книжки есть 100 аренов мне дала это что ли такое красная лента амурет отпугивающий утопцев так я кстати таланты получил так хорошо книга животных книга о баргестах а зачем она мне нужна да вроде не нужна давайте продав а селитра гусиный жир подождите черный порох о черепа ценный ингредиент написано некоторые купцы с радостью ее купят давай продадим так что еще у тебя есть книга о растениях содержит описание растений растущих в районе визимы что я смогу их покупать ой собирать что ли болотные чудовища книга животных 200 ни хрена себе денег то столько нету так хорошо ну вот уже смотрите уже неплохо уже прям хорошо становится даже так ребят я думаю как раз таки самый момент чтобы немножко прерваться вот там собака кстати она получается рецепт выдала да так так вот да ну эти бошки правда 5 монет каждая стоит ну да ладно прервемся с вами давайте пойдем мы нам нужно сдать квест преподобному всем спасибо за внимание с вами был Виктор канал Витек Плей ставьте лайк этому видео подписывайтесь и читайте описание там всегда найдете ссылку на плейлист ну и что происходит да а я пока пробую собачек ну и побегу побегу обратно к нашему преподобному всем пока